всем снова привет продолжаем фильме серии строим лодку для охоты фантом предпоследняя серия по поводу строительства матрицы а именно это упрочняющий каркас чтобы матрица была жесткая не гуляла ей надо сделать жесткий каркас жесткий каркас можно сделать из арматуры самый простой вариант это из дерева второй вариант сварить из железа и 3 можно с алюминия этой и жестких внешних варить не стал потому что это было бы очень тяжело готовая матрица была бы тяжело неудобно было ее перемещать поэтому я сделал из алюминиевого профиля профиль где-то крепил на клепки где-то крепил саморезами по всей отбортовки прошелся профилям и поперечные дуги желательно конечно еще сделать три вдоль но я что-то мало взял в профиле этих суть в чем сделаем каркас максимально без зазоров после того как он сделан выставили и обмазываем его стекловолокном либо стеклотканью в нахлёст достаточно одного слоя чтобы просто он его держал одного слоя шестисотки также существуют альтернативные каркасы такие как допустим если использовать керамат как укладывается керамат кладется один слой шестисотки пропитывается на него сверху полоску керамата 3-4 миллиметра толщиной и сверху он опять новым листом шестисотки закрывается все это делается за один проход ну и выгоняется соответственно весь вольт воздух валиком можно делать по всему периметру такие перемычки каркас единственный в чем такой минус у него есть ему надо дольше ждать отвердеть не одни двое суток одержать как минимум неделю потому что там идет много смолы чтобы она не дала усадку соответственно не покоребила наше изделие за счет внешнего каркаса из дерева либо железо здесь усадка нам уже менее страшно железный каркас предпочтительнее чем деревянный потому что дерево имеет свойство тоже впитывать влагу со временем с хранением его может немного повезти если вы собираетесь сразу сделать там 1 5 10 изделий то можно есть дерево если вы планируете несколько лет матрицу использовать то лучше конечно делать уже и железо сейчас буду все стыки промазывать дам отстояться сутки потом накрою все это дело пакетом поставлю теплопушку подыму температуру градусов до 80 плавно и дам пост отверждения часа 23 ну и потом плавное остывание еще сутки матрица постоит и буду снимать затем останется обрезать края вымыть внутреннюю сторону матрицы от остатков воска и все матрица готова можно наносить воск и снимать пробные изделия все всем спасибо пока и и Продолжение следует...